здрасте нафиг дорогие товарищи с вами но допустим мультяшный панк и сегодня мы узнаем зачем и главное как обычно на хрена нам смотреть мультфильм зомбелениум потому что это весьма годный мультфильм но с весьма необычно интересной историей собрались как-то раз бельгийские и французские аниматоры и решили заделать полнометражный мультфильм по местным европейским комиксам причем с заделом как бы на фестивальность и да его покатали по фестивалям он побывал на канах набрал каких-то местечковых наград и все то есть его покатали еще в европе по кинотеатрам и дальше все никакого пиара никак широкого проката даже вот посмотрите просто страницу на википедии не надо говорить на чё ты смотришь на русскоязычную страницу шурши иностранные ресурсы на мбд не больше информации удалось найти только один французский кино сайт где вроде было много материалов но я не парливу франце и что там на самом деле написано я не знаю может быть на самом деле там тоже ни черта интересного нет короче повели они себя как типичные канадцы теперь давайте немного о сюжете он на самом деле простой и короткий жил был на свете отец-одиночка растил дочку-школьницу работал инспектором по безопасности парков развлечений приехал он однажды в парк развлечений под названием зомбелениум а там оказалось небезопасно план ванну все не совсем так батя действительно приехал с проверкой в парк и и там немножко случайно умер но как не совсем случайно дело в том что парком заведует самый настоящий вампир а работают там самые настоящие монстры и при этом все это безобразие отчитывается напрямую перед сатаной и приколюха в том что если на территории парка погибает человек то в кого он переродится абсолютно неизвестно то есть неважно его там вампир засосал до смерти загрызли оборотни зомби покусали ему мозги в кого он превратится после смерти это может быть призрак это может быть ходячий скелет а может и вообще сатанинская от роде лютая страшная прям вот вот типа этого я родился ну и как водится по фэнтезийным правилам существовать и нормально себя чувствовать монстры могут только на территории этого парка сходить навестить дочурку ну даже переродившись неизвестно в кого достаточно проблематичны хреновым становится в мире живы ну и собственно батя остается жить и работать в этом парке поначалу он вообще выглядит как обычный человек потихоньку потом начинает превращаться в рогатого черта со временем фармит экспо прокачивает скиллы и во что он превращается я уж поверить не буду это сами посмотрите несмотря на потустороннюю природу парка проблемы там самые абсолютно человеческие бюрократия финансы инвесторы окупаемость сатана там их дрючит если слишком мало денег парк приносит честно говоря не знаю уж как работает это адская бухгалтерия в принципе никто не знает как работает бухгалтерия и это вообще филиал ада в любой организации по сути для нас простых смертных плюс к этому еще добавлены всякие социальные проблемы потому как там своего рода кастовая система среди этих монстров блестючие вампиры и сумерек это вообще там типа топчика всякие там скелетики и зомби это черновая рабсила плюс со временем сатана вообще решает этот парк прикрыть там перепродать его людям ну какие-то такие финансовые модки и соответственно наш главный герой проводит социалистическую революцию в рядах сотрудников устраивает полное равноправие ну и заодно конечно же спасает парк и вообще и вообще там сплошной хэппи-энд звучит все на самом деле я понимаю как не очень-то и глубокомысленно и заморочено но смотреть на самом деле за всем этим чертовски интересно спасают этой харизматичные герои и примечательная на мой взгляд рисовка хотя она конечно да сильно отдает flash анимации каким-то там попытками в неумелое дешевое 3d местами на заднике вообще забили но черт возьми мы тут неестествующие пидорасы от анимации как некоторые там уже эти некоторые они всегда найдут до чего докопаться не всегда будут чем-то недовольны я же как кое кинобыдло просто смотрю мультфильм я вижу интересных персонажей я вижу стильную нарисовку вижу терпимую не вырви глазную анимацию хотя у меня кэш планка заниженная прослана джиме могу смотреть мультфильм и сейчас в конце 2023 причем трезвый я попивая чая не ведь дешевый вискарь по скидке из ближайшего супермаркета и меня но отдельный пункт который мне еще добавил плюсов копилочку для этого мультфильма это музыка он конечно не мюзикл но пара песен тут есть тут играет много музыки а я из тех привередливых людей которым дисней искалечил детство своими бесконечными песнопениями в мультфильмах я ненавижу песни в мультфильмах очень редко и когда я могу что-то вот прям нормально перенести вот этот как раз тот редкий случай в заглавной песни вообще чертовски цепляющая я не могу вообще ни одной ноты поставить из-за авторских прав на самом деле когда-то давно я уже делал обзоры на этот мультфильм когда канал еще по-другому назывался и вообще существовал с другими целями на эти обзоры безбожно блочили и на ютюбе и в вконтакте даже где как бы всем известно что авторские права соблюдаются но таким образом что мы собственно имеем на выходе суммарно годный мультфильм если не придираться к анимации интересная история достаточно серьезная с одной стороны с кучей юмора с другой стороны ну там даже вот эту я например жутко доставила приколюха что одна из ведьмочек вообще оказалась дочкой сатаны которую отправили на бесплатную стажировку чтобы как бы узнала что такое жизни не особо выебалась своим положением и папа знала простую жизнь работяг прикольно прикольно же да он не притязательный не гениальный никому особо не известный но потратить от час-двадцать своей жизни на просмотр этого мульта я очень вам рекомендую скорее всего вы не пожалеете не могу за всех говорить у всех разные спасибо что смотрите видео на моем канале спасибо что вообще пришли на этот канал который вообще задумывался там когда-то как шутка и отдых от основной работы где нужно было работать десятью там или двадцатью youtube-каналами это там долгая история не знаю на сто тысяч подписчиков вот напишу автобиографию свою здесь кому-то это вообще интересно заходите на пусть и мой там куча всяких видео и в платном доступе в бесплатном доступе вот кто читает сообщество тот знает вообще рекомендую заходить просто на канал и пользоваться там теми же вкладками типа плейлисты там все удобно разложены я знаю видео на канале дохрена искать сложно но там вот все специально для вас сделано черт возьми пользуйтесь ищите пропущенные там сети южного парка я не знаю просто посмотрите что-то еще может что-то интересное для себя новое найдете или вспомните что-то старое также подписывайтесь на лайки в комментариях и на этом пожалуй все позвольте так сказать откланяться конец видео всем пока это просто и и и